Мать и Дитя Альбина Фанусовна, здравствуйте! Здравствуйте, доброе утро! Ну что, представим, что мы после родов попали к вам в палату, да? Говорят, что к вам вообще никакую сумку собирать не нужно. Это головная боль всех мам. Все выдается, правильно? Да. А что выдается? Давайте мы посмотрим, что там есть. Да. То есть для девочек, да, допустим, ну вот такой комплект нам попался. Это боди. В зимнее время он всегда будет с длинным рукавом. Такой маленькой еще. Ножками, так скажем, да. Это носочки. Это вот у нас для мальчиков. Шапочка. Шапочка и набор пеленок. Мама мы тоже переодеваем уже в постуродовом периоде, да. Это тоже индивидуальный халат, разовые тапочки и сорочка. А это что? Это рюкзак. Это такой наш, скажем, комплимент, да, от госпиталя мать и дитя. Анпакинг сейчас будет распаковка. Где у нас достается каждый родивший женщин в наших стенах. Это такой набор для ребеночка, да. Это набор памперсов. Хорошая подгузница. Это питательная смесь. Ну, ты разбираешься? Да. Мужа и родителей сюда пускают к мамочке? Да, у нас посещение происходит с самого утра, то есть, да, это с 8 утра до 10 вечера. А что за аппарат? Да, это у нас молокоотсос. Он у нас такой стационарный. Он так просто выглядит, обычно такой маленький. Это наш помощник, да, когда у пациентки возникает лактостаз, да, и прилив молока на 3-е сутки, когда руками мы уже не можем справиться, мы используем молокоотсос, да. Все у нас бутылочки разовые, они все завальцованы и подвергаются стерилизации. Также большим бонусом является то, что молокоотсос у нас дается в аренду пациентке. А вы вообще учите, вот, как правильно прикладывать? Обязательно, то есть, да, осмотр молочных желез является обязательно в пациентке в суродовом периоде врача-акушера-гинеколога. Альбина Фануссовна, мы уже неоднократно загадывали в туалеты, но практически нигде их не показывали. Мы заметили, что там на стене есть красные шарики, такие на красной веревочке. Это что? Да, это наши кнопки вызова. У нас есть кнопки помощники, да, это красная кнопочка, где мы вызываем акушерочку. Сейчас она загорится, да, и желтая это... Ой, выключайте, а то к нам сейчас прибегут. Ну, прибегут, хорошо. Если пациентка в душе, допустим, да, у нее вдруг там закружилась голова по какой-то причине, там стало как-то и плохо, она может всегда потянуть, так скажем, да, за эту веревочку, и акушерочка придет на помощь. Извините, мы просто проверяли кнопку, да, извините. Также у нас есть в шкафу это сейф и есть холодильник. Но так как питание... Пустой холодильник или там мини-бар? Холодильник пустой, так как у нас шестиразовое питание ресторанное, поэтому холодильником практически наши пациентки не пользуются, потому что все доедается, и ничего хранить не надо. Вот, наше питание. Мы поедим сегодня? Обязательно. Когда принесут нам еду? Через полчаса. Про ребенка я еще хотела узнать. Вот он всегда ли рядом с мамой находится или нет? Да, палаты тоже у нас в этом плане рассчитаны, да, что у нас есть отдельный кювес такой для ребеночка. И большая помощь у нас оказывается также детскими медсестрами, детскими врачами. Если мамочка, допустим, устала, да, в псородовом периоде, то у нас есть функция ухода за ребеночком, это в детском отделении. То есть она также нажимает на кнопочку, да, и ребеночка, допустим, забирают на ночь в детское отделение. Вы можете посмотреть, где они, куда их возят? Ну, давайте заглянем. Да? Пойдемте? Я останусь здесь, буду ждать еду. Не жди, хорошо. Я хочу посмотреть. Сейчас идем там в улице. Да, пост детской медсестрой. У нас медсестрой находится круглосуточно, где наблюдается ребеночек. То есть ребеночек всегда под наблюдением. Мамочки носим на кормление. Сколько часов он здесь находится? Ну, все зависит от состояния мамы, да, то есть некоторые мамы отдают на ночь, говорят, что мне нужен отдых, я хочу поспать до утра, но при этом где-то каждые 2-2,5 часа мы носим их на кормление. Будете, да, если мама... Да, конечно, кому-то достаточно часа, да, говорит, что вот я хочу привести себя в порядок, сходить в душ, допустим, и ребеночка, пожалуйста, мне обратно отдать. Есть мамочки, которые никогда не отдают, которые говорят, что я буду постоянно и всегда с ребеночком. Не отпущу, да. Давайте возвращаться к Игорю. Я сейчас заплачу. А это, кстати, у нас стульчик для кормления. А, угадал, да? Я на нем кормлюсь, да. Считается, что правильное расположение ног должно быть в возвышенном положении. Нам пора идти дальше. Я компотик допью. Мы в отделении физиотерапии, где есть уникальная процедура. На которой сейчас узнаем все подробности. Аксана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как называется эта процедура? Эта терапия называется БОС-терапия. БОС. БОС. Это биологическая обратная связь. Ее желательно выполнять через два месяца после родов. Для укрепления мышц тазового дна. Как это работает? Это работает. Покажем? Водится вот этот датчик. Работает только на слизистой. На коже все блокируется. Проверить ягоди ты не сможешь сейчас даже. Не сможем, нет. И второй датчик вводится либо на ягодицы, либо в область живота. Можно посмотреть это, да? Подается микроимпульс. Знаете, есть такие упражнения Кегеля. Великолепная методика, но не всегда женщины умеют правильно выполнять эти упражнения. И зачастую напрягают именно те мышцы тазового дня, которые еще сильнее усугубляют ее проблемы. Вот этот аппарат БОС-терапия, который делает все за женщину и учит ее, как правильно и какую группу мышц именно нужно напрячь и где нужно ликвидировать проблемы. Какие ощущения это испытывает женщина при введении вот этого? Очень приятные легкие покалывания. Это не больно. Это абсолютно безболезненная, безвредная процедура. Сколько нужно повторений? Повторений это от 10 до 15 процедур. Этого достаточно. Оксана Анатольевна, спасибо вам большое. Мы вернемся в госпиталь через неделю, но уже не одни, а с ребенком. Да. Нам надо просто время, чтобы найти ребенка. Подождите еще. Подождите еще. Подождите еще. Подождите еще. Продолжение следует...